На солнечной поляночке дугою выгнул бровь, парнишка Натальяночке играет про любовь. Здравствуйте, дорогие любители музыки! Приветствую вас в уютной студии Академии занимательных искусств. Я, профессор музыки Виолетта Модестовна, готова вновь отвечать на ваши письма и говорить о бесконечной, волнующей и прекрасной музыке. Недавно нам пришло письмо от телезрителя Николая из города Оренбурга. Это послание касается инструмента родственника тех, о которых мы уже говорили в нашей передаче. Впрочем, вот это письмо. Недавно я узнал, что тальянка – это музыкальный инструмент, что-то вроде гармошки. Не могли бы вы рассказать о нем? И какие еще виды гармошки существуют? Тальянка, Коля, это упрощенное от слова итальянка. Так издавна в России называли гармонь определенной конструкции. Какой? Сейчас объясню. Если нажать клавишу и потянуть мех на любом аккордеоне, баяне или современных гармошках, то звук будет одинаковым, в какую бы сторону мы мех не тянули. У тальянок по-другому. На сжатие меха звучит один звук, а на растягивание – другой. В этом и есть основное отличие тальянки от других разновидностей гармонии. Логично, что и техника игры на тальянке тоже особая. Итак, предлагаю поговорить сегодня о разновидностях русской гармошки и, конечно, о мастерах-виртуозах, что так любят этот чудесный инструмент и продолжают исполнительские традиции, которые когда-то заложили наши с вами прадеды. Ребята, знакомьтесь, солисты ансамбля «Русские умельцы» Виктор Малеров и Александр Кусков. Браво, Виктор, браво, Александр! А что вы такое зажигательное и веселое сейчас играли? Мы исполнили народный найгрыш, который называется «Матаня». А что это такое? Вы знаете, раньше, когда гармонисты вообще выходили по деревне, то они играли чистушечные такие найгрыши. И вот «Матаня» – это когда гармонист шел, допустим, и все слышали, что он идет к своей девушке. Как вы думаете, за что наш народ так любит гармонь? Вы знаете, это очень интересный на самом деле вопрос. Вопрос. Насколько вы помните, гармонь в русской культуре появилась не сразу. Перед гармошкой были гусли, потом была балалайка. И вот в начале XIX века в Россию приходит этот замечательный инструмент. Он распространяется повсеместно. И причина в этом, конечно, народная к нему любовь. В чем кроется эта любовь? Во-первых, народ у нас очень певучий, все любят петь. Долгими зимними вечерами любили проводить время в кругу друзей, односельчан с песней, с танцами. И вот гармошка как раз стала таким помощником. Потому что на гармошке можно было с большим успехом играть и танцевальные найгрыши, и аккомпанировать пению. Гармошка – инструмент достаточно звонкий, звучный, яркий и веселый. И в то же время сочетает в себе и народную грусть, и безудержное народное веселье. Вот, наверное, за эти качества и полюбил у нас в России народ гармошку. И создал множество ее региональных разновидностей. Мне кажется, именно сейчас нужно ненадолго прервать нашу беседу, чтобы поведать занимательную историю о том, как гармонь попала в Россию. И быстро распространилась по ее городам и весям. Однажды, летним днем прогуливался тульский мастер Иван Сизов по Нижегородской ярмарке. «Самовары тульские! Ситиц Ивановский! Фарфор Кузнецовский!» – бойко зазывали торговцы. Вдруг раздались звуки необычные. Пробрался Иван сквозь толпу и видит – сидит мужик на корточках, играет на диковинной штуке. Растягивает мех, жмет на кнопки и наигрыш задорный льется. «Покупай!» – говорит. «Вещь редкая, заморская. Гармоникою зовется». А цену запросил по тем временам неслыханную – сорок рублей ассигнациями. Делать нечего, хоть и дорого, а купил тульский мастер гармонь. Уж больно ее звуки в душу запали. Привез Иван инструмент в родную Тулу, разобрал гармонь по винтикам, посмотрел, как она устроена. И вскоре сделал свою, ничуть не хуже заграничной. Открыл тогда мастер свой цех и стал гармошки делать да продавать. Дело на лад пошло, народу понравился инструмент. Вскоре и другие мастера стали его изготавливать. И уже через несколько лет во многих российских городах появились гармоники. Ребята, а вы, по-моему, принесли не тульские, а саратовские гармонии с колокольчиками. Можете нам что-нибудь сыграть? Скажите, а как устроена эта гармония? Как звучит колокольчик? Каким образом? Да, здесь очень интересная конструкция. Вот если мы посмотрим, то мы увидим, здесь такие есть молоточки. При нажатии клавиши, вот мы, да, молоточек срабатывает и ударяет по такому колокольчику. И так же снизу. Кроме саратовских гармоний, вы еще в студию принесли вот эту маленькую гармошку. Это черепашка. Делается эта гармошка в северном городе Череповце, и по имени города получила и свое такое уменьшительно ласкательное название черепашка. Звучит она очень интересно. Здорово, браво! Саратовская черепашка. На каких еще вы гармониях играете? Вот есть такая очень интересная гармоника, которая распространена в Орловской области. Там есть такой город Ливный, и от названия этого города произошла гармоника. Такая ливенская гармоника. Она очень удивительная гармоника. Все гармошки, о которых мы до сих пор рассказывали, относятся к тальянкам, так как у них одна и та же кнопка издает разные звуки при жиме и разжиме мехов. Впервые от такой конструкции отошли ливенские кустарные мастера. На их гармониях звук не менялся при изменении положения меха. А мехи у ливенок были огромными, до 30-40 складов. Такую гармошку можно было буквально обмотать вокруг себя, так как при полном растяжении меха ее длина достигала 2 метров. Ребята, а вот откуда такое название хромка? Как вы знаете, все гармошки в большинстве своем инструменты диатонические. То есть, если представить клавиатуру рояля, то это будут только белые клавиши. Но у гармошки хромки есть всего три, но хроматических звука, которые достаточно ее усовершенствуют и позволяют нам, гармонистам, играть более разнообразные вещи и даже музыку классическую. Эти три хроматических звука находятся как раз на самом верху клавиатуры. Первый, второй и третий. Поэтому и название гармошка хромка. Я знаю, что существуют определенные приемы игры на гармонии. Можете показать? Любой инструмент, он прежде всего любит трудолюбие. То есть надо трудиться. Поэтому играть на гармошках, в общем-то, в принципе, ну, несложно. Есть приемы игры, так сказать, когда мы играем, можно и повеселиться. Играют все пальцы там. Или же, например, мы можем побегать по клавишам. То есть, в общем-то, все просто. А есть какие-то необычные приемы, спецэффекты? Вот, скажем, один из них. Возможность сыграть правой рукой на левой клавиатуре. Или, допустим, сыграть вместе с какими-то шумовыми эффектами. Ну, в данном случае мы гармошки имеем еще и ударный инструмент. Это выглядит вот так. Допустим. Потом, конечно, у нас на гармошке, как и у вас на альте, можно сыграть тремоло. Это будет звучать вот так. Ну и, конечно, на гармошке мы играем музыку очень разную. И иногда даже приходится исполнять шедевры мировой музыкальной классики. А можно и друг у друга поиграть, да, Саша? Можно. Попробуем. Спасибо вам огромное за потрясающий рассказ, за потрясающее исполнение, за красивейшие костюмы, за хромки, разукрашенные стразами. Я бы хотела что-нибудь с вами сыграть. Ну вот, друзья, наша передача заканчивается. Присылайте свои вопросы, они вдохновят нас на создание новых передач. Пишите нам по адресу. 109-147, Москва, улица Марксийская, дом 34, корпус 7, телеканал «Радость моя». Электронные письма оставляйте на сайте радостьмоя.ру. Я прощаюсь с вами до следующей передачи. Желаю вам доброго здравия и творческого вдохновения. Ваша Виолетта Модестова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова